Для начала я расскажу немножко о Тарантуле. То есть Тарантул — это in-memory с UBD. То есть это NoSQL — хранилище данных, которое вроде как, как утверждается всеми рекламщиками и прочим, это in-memory база данных, но на самом-то деле у нас есть и дисковое хранилище, и, ну, в общем, на самом деле это, наверное, не самая главная особенность. Главное, о чем Тарантул известен, это именно как in-memory. Вопреки распространенным заблуждениям, в Тарантул персистят данные, то есть несмотря на то, что он in-memory, если он крэшнется или по какой-то причине будет завершен, при запуске он поднимет все то, что знал до своей смерти и будет работать как ни в чем не бывалов, с небольшой, с небольшой, соответственно, задержкой. Нас, опять же, сравнивают, так сказать, с другими sub-MDN-memory. У нас есть вторичные, ну, то есть различные индексы, в том числе там вторичные, третичные, сколько угодно можно на один как бы space навешать индексов. И это иногда очень интересно, к интересным использованиям приводит. Тарантул однопоточный, хотя это тоже не совсем верно. То есть у него transaction thread, который, собственно, выполняется транзакция именно в памяти. Вот, он однопоточный. Ну, помимо этого есть сетевой thread, есть wall thread. В общем, там тоже небольшой зоопарчик. Вот, в общем, как на SQL, у него есть базовый набор там get, set, select, там, итераторы и все прочее. Вот, для всего остального есть хранимые процедуры на лоу, на которых можно сделать уже всякие join-ы там, что угодно. На лоу можно же TP-сервер там же сделать. В общем, огромное количество вариантов. Вот, и, собственно, кусочек тарантула, который имеет отношение к локаторам, называется small. Вот, вещь такая, ну, как бы вы видите, акроним, да, как он тут нарисован. Вот, надо сказать, в тарантуле очень часто придумывается странное название, странные акронимы. Это один из них. Вот, значит, почему вообще нам нужны локаторы, почему необычный молок, почему там так получилось? Ну, у нас есть определенные требования, вот, которые остаются, так сказать, от платформы к платформе, вот, там, вне зависимости от того, какая система. Вот, тарантул должен работать достаточно быстро. Вот, я под вопросиком поставил там 1 миллион рпс. Вот, на самом-то деле это не совсем так. Вот, очень многие нас упрекают. Но есть идеальный случай, в котором тарантул выдает миллион рпс, как на чтение, как на запись, как угодно. Но, тем не менее, это число, которое не хочется терять. Вот. Затем существует, ну, пользователи очень часто спрашивают там, а вот сколько памяти мне потребуется? Вот, вот у меня такие данные, вот у меня их столько, они вот так вот немножко отличаются. Вот сколько потребуется памяти? И хочется дать ему точный ответ, ну, более-менее, то есть там, с учетом погрешности каких-нибудь. Ну, вот, сколько по памяти потребуется молоку, ну, это тоже такой вопрос. Вот. Зависит от системы, сколько он там, каких хедеров себе там напихает. Вот. Плюс к этому пользователи иногда некоторые особо дотошные говорят, а вот можно вот как-нибудь мне так сделать, чтобы было у меня памяти поменьше? Ну, что-то у меня вот условно 55 гигабайт занято. А вот я хочу, чтобы 50, потому что всего 64, хочется спокойно спать. Вот. И поэтому у нас есть такие всякие ручки, которые можно покрутить и каким-то образом это изменится. Иногда даже в лучшую сторону. Вот. И еще особенность, которая у Тарантула присутствует, на каждый запрос создается файбер. Ну, точнее, не создается, он как бы есть там. Предсоздается, можно так сказать. Вот. Файбер для того, чтобы, ну, то есть Тарантул, поскольку он однопоточный, ему нужно в этом одном потоке выполнять много чего. Вот. Поэтому мы используем, не люблю это название, эти зеленые триды, то есть файберы. Вот. И каждый файбер выполняет свой запрос, но они могут между собой как-то вот отдавать управление. Там выполняется другой запрос, потом снова первый. Как-то они там крутятся. Фишка в том, что этих файберов может быть достаточно много. Там тысячи. Вот. И поэтому стэк каждого файбера ограничен. Сейчас, если я не ошибаюсь, 64 килобайта. Вот. Это означает, что на стэке выделить большой кусок памяти, наверное, не получится. Вот. Даже разные бывают смешные ситуации из-за этого. Когда там какие-то товарищи выделяли на стэке, ну, реально огромный кусок памяти. Вот. И он промахивался мимо guard page'а. То есть в конце стэка есть guard page, куда как бы ни-ни, там нельзя прощаться. Вот. Аллокация была такого размера, что она перемахнула через guard page, поменяла что-то там где-то вообще в другом месте. Ну, в общем, смысл в том, что это неплохой паттерн, когда вы используете файберы. Вот. Поэтому лучше использовать какие-нибудь другие локаторы для того, чтобы вот нужно что-нибудь сделать. Вот. Если оно небольшое, можно на стэке. Если оно большое, то лучше на специальном локаторе, к которому мы привернемся позже. Вот. Ну, и если касается быстродействия вот первого пункта, то есть вещи, которые мы точно можем как бы сделать лучше, чем даже очень хорошие локаторы общего назначения. Вот. То есть, например, мы сами можем хранить размеры локации. То есть вот если посмотреть на сигнатуру free, то он передает указатель. Туда передается указатель. Система понимает уже размеры, как-то там с этим разбирается. Вот. Мы можем помочь локатору и хранить... Ну, нам все равно приходится хранить, как правило, размеры локации. Вот. Мы можем дать локатору этот размер, и тогда он... То есть ему тогда это не придется делать. Вот. Затем очень важная вещь, действительно, у нас поэтому стэка... То есть смол — это библиотека локаторов. Мы можем делать много разных. То есть молок — это универсальная штука. Вот. Мы можем сделать десяток разных. Собственно, их как раз мы недавно посчитали ровно десяток. Вот. И в разных случаях использовать одно либо другое. Вот. И с учетом того, что по большей части архитектура тарантула однопоточная, мы можем делать всякие фишки в расчете на это. То есть понять, что молок работает в многопоточной среде. Нам очень часто это не нужно. Иногда нужно, иногда не нужно. Мы сами выбираем, какой паттерн использовать. Так. На этом слайде я должен был собрать всякую информацию о том, еще какие бывают аллокаторы, кто их использует, и почему они нам конкретно не подходят. Но, в общем, на самом деле такой вопрос сложный. То есть их очень много. И на самом-то деле как-то вот начинаешь смотреть. То есть это тоскливо там. По большому счету мы просто действительно очень любим делать всякие красивые вещи. И тут не упустили возможность уже сделать все свое. Итак, поехали. На этой картинке изображены... Это как бы стэка локаторов. То есть есть... Ну, то есть любой локатор, он как бы, наверное, является некоторым прокси между какой-то памятью, которую ему кто-то выдает, и той памяти, которую он выдает, собственно, своему пользователю. Вот. Собственно, молок, он же тоже так работает. То есть он где-то там использует какой-то мап, мап или с брк, что-нибудь такое. Вот. Эта память как-то дробит, там, учитывает и выдает уже тому, кто его спрашивает. Вот. У нас получается более такая длинная структура. То есть у нас есть, например, локатор Slab Arena, который использует мап у себя. Вот. И умеет выдавать память тому, кто спросит. А спрашивает его SlabCash. Вот. А SlabCash тоже как-то там что-то такое делает и выдает уже целой группе локаторов. Так. Что-то я не двигаю. Вот. Я тут попытался их раскрасить в разные цвета. Вот. Означающий примерно, где оно используется в Tarantula. То есть вот желтенькие – это сетевые треды. Такой цвет фиолетовый. Это LS Region – это винил. Вот. А два нижних – это используется в Memtex. Memtex – это in-memory движок, собственно, Tarantula. И я сейчас хочу по очереди, ненадолго останавливаясь, рассказать про них, про всех. Про всех, кроме статика. Статик я, наверное, прямо сейчас расскажу. Это такой удивительный локатор, очень ограниченного размера. Он использует в качестве основы не мап, а вот некоторый статический буфер. То есть там 16 килобайт, он как-то вот просто вот статик, статическая переменная, чарт там 65 кило, и он оттуда умеет аллоцировать. Понятно, что он очень ограниченный, но тем не менее он имеет, например, то же самое API, как и многие другие наши аллокаторы. Ну, в общем, такой вот вещь иногда полезная. Так. Самый первый локатор из вот этой всей группы – это Slap Arena. Это аллокатор, который умеет аллоцировать блоки строго одного размера. Вот. Ну, в Тарантуле условно это 16 мегабайт сейчас. Вот. Это такой здоровый кусок. Да, Slap. Slap – это та вещь, это тот термин, который часто будет употребляться. Как его переводить сложно. Так, ломоть, там, кусман, шматок, памяти. Ну, Slap. Можно так. Вот. Ну, этот аллокатор умеет выделять и, собственно, потреблять обратно эти гигантские куски. Вот. Хороший он тем, что делает это, понятно, очень быстро, ну, потому что задача как бы несложная. Вот. Но он это делает многопоточно. То есть у нас одна Slap Arena на все потоки наши делится и как-то используется. Вот. Он… Фишка его в том, что он выделяет адреса круглые, то есть 16 старших, младших бит адреса – это нули. Вот. Фактически он их использует для своего… для как бы спасения от аба проблемы в этом самом… в log-free списке, который он использует под капотом. Вот. То есть это, на самом деле, очень удобно иногда, когда… ну, то есть ты знаешь, что он выдает все круглые адреса, ты можешь это тоже как-то использовать, там, что-нибудь хранить такое, не знаю, в этих младших адресах. Вот. Он преавлоцирует достаточно здоровый кусок. Ну, как в Tarantulet определяется опцией конфигурации. Он преавлоцирует здоровый кусок. Вот, собственно, маппит. И использует оттуда кусочки. Те, что отдают, там и кладет список. В общем, такой простой. Вот. Slap Cache. Slap Cache изначально сделан для ThreadLocal использования. И он использует арену, слабоарену для своих нужд. И умеет он делать следующее. Он разбивает куски, вот эти гигантские, на более маленькие. Но на степени двух. То есть, по-моему, такая система называется Body Memory System. То есть он может крошить, ну, 16 мегабайт на два куска по 8. 8 на 2 по 4 и так далее. Вот. Я вот сейчас вот попытался художественными средствами изобразить, как это происходит. То есть я вот представил себе такое вот состояние этого локатора, когда у него есть слаб 16-мегабайтный. Он его попросил арены. Вот. А нам понадобилось 3 мегабайт. Вот. Он крошит его на две части по 8. Видит, что 8 – это все-таки слишком много. 8 крошит на две части по 4. И вуаля, понимает, что вот это вот оно вот отдает прям целиком округленный вверх, вот этот 4-мегабайтный кусок. Вот. Нюансом является то, что он на самом деле дает этот кусок, как вот по сигнатуре у него, это звезда, он отдает struct slab. То есть фактически в этом куске уже есть определенный заголовок, от которого избавиться потом нельзя. В этом заголовке он хранит там эту информацию о своих там этих бадди, ну, то есть о своих товарищах, этих как близнецах. Вот. Если понадобится, например, еще один кусочек, там, 5-мегабайтный, он воспользуется тем куском, который у него уже есть, 8-мегабайтом, тоже как бы этого достаточно, вот, и выдаст его пользователю. Вот такой вот. У него очень, понятно, большая погрешность, то есть не имеет смысла выделять 5 мегабайт на нем, потому что, ну, 3 мегабайта, там почти 3 мегабайта вылезет в турбол. Вот. Но, в общем, тем не менее, за счет его такой простоты, а, про защиту осцилляции хотел сказать. То есть, на самом деле, обратно при удалении памяти, ну, вот, если, например, мы попытаемся удалить обратно вот этот 4-мегабайтный кусочек, который для 3-мегабайтной локации использовался, вот, понятно, мы можем схлопнуть обратно 4-мегабайтные области в одну, вот, 8-мегабайтные, потом так дальше и так далее, вот. Но не всегда это хорошая идея. То есть, представляете, если мы возьмем, будем лоцировать очень маленький объект, там, не знаю, 16 килобайт, вот, на девственной чистом слабкоше, то нам нужно будет сделать сколько, десятки итераций. Мы будем там делить на 2. Все-таки интересно посчитать, посчитать. 9 раз, что ли? А, нет. 8 раз. Не суть. Сколько раз нужно будет поделить вот эти вот самые большие куски на более маленькие, чтобы получить подходящие? Вот. Проблема в том, что если при удалении мы будем вот это вот каскадно схлопывать обратно эти куски, мы снова сделаем 8 итераций. И, то есть, таким образом, как бы, пользователи, некоторые хитрые, может досить этот аллокатор, заставляя его, как бы, делать, ну, короче, повышается сложность. Вот. Поэтому этот аллокатор делает, он делает это достаточно лениво. То есть, он смотрит, что вот есть там этот кусок, там 4 мегабайт, но ему пока 1 или там всего 2. В общем, пока не будет их мерзжить. Потом откладывает на потом, когда он ведь возвращается к этому. Вот. Поэтому, в принципе, у него получается сложность, ну, амортизационного от единицы. Вот. Это хороший результат. За это, собственно, он их, и за это он, как бы, любим. Вот. Поехали дальше. Регион. Это очень интересный аллокатор, который используется для разных вещей, начиная с того, что, ну, вот, то, что я говорил, у Fiber вообще маленький стек. Вот. Поэтому нужно придумать что-нибудь другое. Вот это вот то самое что-нибудь другое, что можно использовать в Fiber для аллокации разных вещей. То есть у Fiber всегда есть этот самый аллокатор, готовый к использованию. Вот. И устроен он следующим образом. То есть он хранит какое-то состояние. Ну, то есть вот он, находясь в каком-то состоянии, может аллоцировать сколько угодно объектов, но потом позволяет их удалить сразу всех. Ну, то есть вот мы перед тем, как начнем аллоцировать объекты, можем сохранить состояние, аллоцировать сколько угодно, после чего удалить все то, что произошло, начиная с этого состояния. Вот. Ну, по сути, стек, обычный стек процессорный, вот, он же устроен именно таким же образом. То есть мы функции там объявляем переменные какие-нибудь, фактически аллоцируем их на стеке, вот, потом еще, 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 а потом говорим там return и откатываемся на, ну, то есть так откатывается на начало вызова функции. Вот. Собственно, этот регион аллокатора устроен примерно так же, однако он не является непрерывным в памяти. То есть он, по сути, использует слаб кэш для кусочков. Вот. То есть при аллокации он берет, подбирает, там у него есть какой-то полусвободный стек, не стек. Да, я вот попытался показать, как, например, его можно использовать, написав такую абстрактную функцию, вот, которая является прокси-функцией, которая передает преобразованный список. То есть она принимает на вход список из неизвестного количества элементов, преобразует его в другой список и передает уже в какую-то другую функцию. Вот. Для этой задачи, ну, классическим вариантом является аллокация всех этих элементов в список, добавление этот, ну, как бы вот весь этот список аллокируем. Вот. Потом нам надо не забыть еще раз пройтись по этому списку все и там удалить. Вот. И после чего мы можем спокойно завершить нашу функцию. Вот. Регион аллокатор позволяет проблему решить более изящно. То есть мы с самого начала, вот там вот подсвечена строчка region guard, мы создаем некоторый элемент, ну, то есть некоторую переменную, которая запоминает это состояние аллокатора. Вот. Мы можем сколько угодно функции аллокировать. Вот. Потом, когда из функции выходим, этот самый guard уничтожает все то, что мы аллокировали в этой функции. Вот. Еще, кстати, очень приятно то, что в отличие от стека этих регион-аллокаторов может быть несколько. То есть в Тарантуле, например, есть регион-аллокатор вот в Файбере. Ну, как вот написано, в Файбере скобочки, ГЦ. Почему регион-аллокатор в этом Файбере называется ГЦ? Эта история уже покрыта мраком, никто не знает. Вот. А помимо этого, например, есть такой же аллокатор, ну, то есть инстанс того же самого типа аллокатора в транзакции. И когда нам нужно что-нибудь аллокировать для транзакции, мы тоже как бы не знаем еще там, что там пользователю пришло в голову, что он там еще будет делать. Вот. Но до конца транзакции очень многие вещи нужно как бы хранить. Вот. Мы аллокируем на специальном аллокаторе, опять же, который принадлежит транзакции. И чистится он один раз, когда транзакция завершается. Вот. И тут я пытался нарисовать, как это дело выглядит. Вот. То есть он использует те слабые. Видите, тут даже хедер есть, потому что он использует слабый слаб кэша, а не заголовком. Вот. На начале входа в функцию у нас, допустим, на каком-то слабе, вот, который принадлежит этому региону-аллокатору, уже что-то там навыделено. Оно чужое, нам это трогать нельзя. Вот. В процессе работы мы можем что-то там вот аллоцировать. Иногда для этого потребуется там создавать новые слабы. Вот. Но когда мы делаем truncate, мы удаляем все новые слабы, которые нам пришлось создать, и удаляем, собственно, тот вот кусок памяти, который был в последнем слабе, который был на входе в нашу функцию. Вот. Очень простая, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, очень интересная штука. То есть иногда прямо вот не нарадуешься. Вот. Следующий аллокатор очень похож. LS-регион. Расшифровывается как log-structured region. Этот аллокатор похож на предыдущий, однако он удаляет как бы не с... То есть если region как бы по... Лифо удаляется. Ну, то есть мы его сохраняем, удаляем как бы сверху. Последнее, что аналогцировали. То LS-регион умеет удалять то, что он аллоцировал, ну, то есть наиболее давно. Вот. То есть каждая локация снабжается некоторым идентификатором, поколением. Вот. Который как бы инкрементально растет, как положено, поколению. Вот. И по мере роста, ну, то есть мы можем аллоцировать много данных, а потом переключаться на следующее поколение, аллоцировать много данных, а потом переключаться и так далее. А потом взять и удалить какое-нибудь старое поколение целиком. Вот. То есть... Это вообще задача классические... Ну, то есть классическая задача LSM-дерева, которое накапливает какие-то данные в памяти, после чего начинает их скидывать на диск. Вот. С этого момента мы накапливаем какие-то другие данные уже в памяти. Вот. А это пока, когда скинем, мы это все должны удалить целиком. Вот. Далее следует два локатора, вот, которые используются... У меня такие очень яркого цвета на презентации. Вот они. Сетевые буфера. Вот. Соответственно, для чтения. И баф. Ай-баф. Черт его знает. Вот. И для записи в сокет. Оба. Вот. Конструкция интернатола такова, что он работает с запросом, который пришел нам из сети, как... Ну, то есть он требует, чтобы этот запрос был непрерывный в памяти. Вот. Поэтому и баф – это такая штука, которая умеет, собственно, там как-то реаллоцировать какие-то... То есть она алоцирует какой-то... Запрашивает у слабкеша какой-то блок памяти. Его использует. Если его не хватает, она берет побольше, пересовывает все из первого и так далее. Вот. И таким образом позволяет сделать запрос непрерывно в памяти. Вот. Ну, у него даже API, по большому счету, нет. Это просто такая штука с, не знаю, там четырьмя указателями. Структура с четырьмя указателями, собственно, буфером. Вот. Ну и каким-то там методом, которым умеет делать какой-то реалог. Вот. Интересно то, что наиболее удобно, получается, его использовать, если у тебя есть два таких буфера. Ну, то есть на один connection у тебя два буфера. Ты, значит, читал запрос в один. Вот. Ты потом на это, когда запрос прочитаешь, ты, наверное, его удалишь. Вот. А как-то удалять, если там есть следующий запрос, уже как-то неудобно. Вот. Поэтому берется второй буфер. Ну, то есть фактически в одном буфере может быть там сколько-то запросов, накоплено в другом, в следующем буфере еще сколько-то. Вот. И они умеют вот так вот освобождаться целиком. То есть тоже получается такая поколенческая какая-то схема. Типа вот эти все запросы уже все. Этот буфер у нас уже как бы все, мы уже все отработали, можем его освобождать. Вот. Оба штука, ну, тоже на самом деле не очень интересная. Вот. Единственное, она как сетевой буфер для записи. Вот. Она поэтому не обязательно должна быть непрерывна. Этот буфер не обязательно должен быть непрерывно в памяти. Вот. Он позволяет, ну, самое главное, что он умеет делать, он умеет сохранять позицию в каком-то вот, в своей, внутра, вот в своем вот этом буфере. Вот. Дело в том, что Tarantul, когда отвечает, он должен первым делом, ну, то есть первые там несколько байт ответа, это, собственно, размер этого ответа. Вот. Размер ответа мы не знаем, пока мы не сформируем как бы весь ответ. Вот. Поэтому мы запоминаем такое местечко в памяти, дописываем, значит, весь результат, все там таплы, сколько там таплок, картежи, которые там потребовались. После чего мы возвращаемся в этом буфере вот в ту самую позицию, меняем уже посчитанный размер, идем дальше. Так. Теперь mempool. Вот. Mempool, в общем-то, это, наверное, классический аллокатор. Вот. Я не знаю, наверное, любой человек когда-нибудь писал mempool, потому что реализация может быть простой, а может быть и очень простой, а может быть посложнее. Вот. Вот у нас есть свой mempool. Вот. Он умеет аллоцировать блоки, естественно, одного размера. В отличие от региона, он уже как бы предназначен для длительного хранения. То есть если регион — это нечто такое кратковременное, ну, кстати, регион-аллокатор позволяет аллоцировать куски любого размера. Mempool у меня только одно, но зато можно их удалять по очереди. То есть аллоцировать одну, вторую, первую удалить, потом аллоцировать еще одну, и место переиспользуется той вот свежеудаленной. Вот. В общем-то, это уже похоже на классический аллокатор общего назначения, только одного размера. Вот. По сути, интересно в нем следующее. То есть он использует, опять же, слабые для своей внутренней, какой-то вот внутренней структуры данных. Вот. И список удаленных элементов, список удаленных аллокаций, он хранит в каждом слабе свой. То есть нет глобального списка аллокаций. То есть те, которые предназначены для переиспользования. Вот. А эти аллокации в каждом слабе, и мы всегда аллоцируем из какого-то одного. Вот. Зачем это делается? Для того, чтобы уменьшить, ну, или попытаться уменьшить фрагментацию. То есть вообще задача уменьшения фрагментации – задача, я так понимаю, нерешаемая. Вот. Всегда существует такой workload, который будет фрагментировать там как угодно. Мы пытаемся хотя бы хоть что-нибудь сможешь сделать. Вот. Так вот, в случае, когда... Вот мы аллоцируем, допустим, из фрилиста какого-нибудь слаба, если там место заканчивается, мы берем какой-нибудь другой. Другой какой? Мы... Другой слаб, если у нас много слабов, мы берем какой-нибудь наиболее как бы... Там слабы делятся на два типа – холодные и горячие. Вот. Горячие – это те, в которых много пустого... Мало пустого места. Прошу прощения. Хотя сейчас задумался. Вот. Вот. И выбирается слаб для локации. То есть если закончился, еще раз, вот, если закончился фрилист одного слаба, мы выбираем следующий слаб для локации из наиболее горячих с наименьшим адресом. То есть они лежат там прямо... Горячие слабы лежат в бинарном дереве. Вот. И таким образом, предположив какую-нибудь такую случайную нагрузку, когда там пользователь сначала налоцировал много-много-много элементов, потом их как-то постепенно начинает удалять, аллоцировает новые, но тем не менее количество новых объектов у него постепенно уменьшается. Такая система позволяет освобождать слабы целиком. То есть мемпулы очень уязвимы к вот этой фрагментации. То есть если там аллоцировать сразу много и удалить там 90%, то слабы, как правило, останутся чуть-чуть занятыми. Мы не можем их вернуть в систему, то есть вышестоящему аллокатору. Вот. И, ну, как бы это считается, считаю уже неискренимой фрагментацией. Однако если все-таки какой-нибудь период миграции, там что-то аллоцируется, что-то удаляется, вот какая-то такая движуха есть, то такая система позволяет постепенно вычищающейся, ну, то есть в слабах с большими адресами у нас будет все уменьшаться количество использованных элементов, и у них появляется шанс рано или поздно быть вернутыми обратно слаб кэшу. Вот. И теперь, наверное, один из самых главных аллокаторов, который у нас есть, вот это Small Alloc. Он как-то вещь себе, да, то есть он в библиотеке Small, он называется Small. Это аллокатор для маленьких элементов, для картежей. Вот. В Тарантуле, по сути, картеж это является единицей информации, ну, что-то вроде там, ряда в революционных базах данных. В общем, это такая одна строчка, одни данные, которые пользователи вставляют за один раз. Вот. И, как правило, эти данные небольшие, хотя там на самом-то деле могут быть и мегабайты. Ну, в общем, изначально предполагалось, что размер это, как правило, небольшой, поэтому аллокатор называется Small. Вот. Устроен он следующим образом. Это большая коллекция мемпулов разного размера. То есть у него есть 32 аллокатора, ну, то есть 32 мемпула размеров. Ну, вот я вот написал, на самом деле, 8, 16, 24, там, до 256. Вот. На самом деле, этот там в разных настройках немножко смещается, вот эти вот рамки, ну, смысл примерно такой же. То есть какое-то количество мемпулов разных размеров у нас есть. Таким образом, если нам нужно аллоцировать как-нибудь 25 байт, мы понимаем, что нам подойдет для этого мемпул, который аллоцирует 32 байта. Ну, то есть мы округляем вверх до ближайшего типа размера. И используем этот мемпул для аллокации. Все очень просто. При удалении мы знаем сразу размер. Локатор сделан таким образом, что ему передается размер удаляемого блока. Вот. Мы точно тоже понимаем, к какому мемпулу он принадлежит, и в него вставляем. Все очень просто. Вот. И для больших размеров, то есть выше 56, используется другая схема. Там геометрически растущие размеры. То есть там тоже 256 аллокаторов мемпулов, разного размера, размеры которых растут геометрически. Ну, там тоже с округлением до ближайшей 8. В общем, как-то так. Вот. Таким образом, мемпулов может быть достаточно много. Вот. Но поскольку мемпулы, в принципе, все работают как бы за единицы, и поскольку процесс выбора вот этого вот мемпула в смоле, это тоже процесс, как правило, несложный. Вот. На самом деле, по секрету скажу, что для больших размеров там используется. Опять же, это бинарное дерево. Я, наверное, надеюсь, мы скоро это исправим. Вот. В целом, на самом деле, он вот небольшие объемы, он алоцирует прямо вот моментально. Вот. То есть это локатор общего назначения, который используется для картежей. Для картежей. В тарантуле. Вот. Известная проблема, ну, то есть, понятно, что это мы не сами придумали, то есть это тоже там стандартная практика, это слабый локатор. Вот. Они все такого рода страдают от одной проблемы. То есть они очень быстрые, вот. Но у них есть проблема, если мы начнем алоцировать, как бы, элементы там, ну, условно, там, 100 байт. Вот. А потом и вот это, ну, то есть 100 байт, что там, ну, какая-нибудь информация про пользователя, там, его профиль какой-нибудь или что-нибудь такое. Вот. Но по мере жизни, так сказать, база данных, это размеры профиля пользователей растут. То есть становится все, ну, было там 100, условно, там, с каким-то распределением, там, от 80 до 100 до сетей, потом становится 110, 120 и так далее. Таким образом, получается, что те мемпулы, которые размера 100, при такой вот миграции размера, они, из них удаляется много чего, но не все. То есть все время остаются какие-то там маленькие там кусочки, которые заняты, поэтому не можем освобождать слабые. И у нас, получается, вот эти вот типоразмеры сильно фрагментированы. То есть, ну, свежесозданные таплы размера, там, 120 плюс-минус, они такие все хорошо, там, не с фрагментацией все отлично, они все там упакованы плотненько в эти самые слабые, один за одним. А вот со старыми, которые постепенно уходят из обращения, возникает проблема. Вот, эта проблема известная, что с ней делать, в общем-то, мы толком не представляем, как, ну, как, там, слишком все просто. Как правило, пользователи просим просто в такой ситуации. Время от времени перезагружает тарантов, ибо он ничего не теряет. Вот, ну, в общем, это вот плата, это плата за ту скорость, которую этот локатор имеет, за скорость и предсказуемость, я бы так сказал. Вот, и последний локатор, о котором я хотел бы сегодня рассказать, он тоже носит странное имя, матрас. Это акроним от Memory Address Translation Аллокатор. Откуда взялась буква S? Это, ну, смайлик, наверное, какой-то. Вот, так получилось. Вот, этот аллокатор, при нем каждый раз, когда рассказываю, даже не знаю, называть его аллокатором или нет, он используется как аллокатор, но, по сути, это что-то вроде динамического массива. То есть, представляете себе, какой-нибудь вектор, ну, просто динамический массив, вот, добавляя какой-нибудь элемент в конец этого массива, вот, мы фактически аллоцируем, ну, вот, этот элемент. Он, как бы, его не было, он есть. Вот, причем, как, например, в случае с TD-вектора, это может, например, привести к релокации какого-то внутреннего уровня, и у нас все указатели на предыдущие аллоцированные элементы как бы сползут. Но если мы не храним на них указатели, а храним их индекс в этом самом массиве, то все будет в порядке. При следующем обращении мы уже обратимся по новому месту, все будет в порядке. Вот, ну, понятное дело, что вектор должен быть обязательно не привернут в памяти. Вот, матрас — это что-то вроде динамического массива с многими ограничениями. То есть, например, он должен хранить куски, ну, то есть, области он аллоцирует всегда, ну, то есть, при один инстанс вот этого матраса аллоцирует элементы одинакового размера, ну, как, собственно, и положено динамическому массиву, но круглого. Есть очень важное требование, что это размер круглый, ну, в смысле двоичный, то есть, там, 8, 16, 32. Вот, и он под собой, он использует mempool в качестве своего тоже поставщика данных. Он эти области, ну, то есть, эти элементы он группирует в какие-то более крупные куски. И самое главное и удивительное, что он умеет делать, ну, то есть, помимо того, что он создает такую упаковку адресов, то есть, в тех случаях, когда мы обычно хранили указатель, мы храним, ну, нам приходится хранить, ну, и мы как бы храним, там, 32-битные идентификаторы, вот в этом самом матрасе, вот, в каких-нибудь бы деревьях, где указатели, как бы, в основном они, вот, это очень важно. Вторая очень важная особенность этого локатора, то, что он используется, он может создавать RedView. Вот, и совершенно удивительная вещь. То есть, фактически этот аллокатор позволяет создавать свою копию, которую можно будет использовать в другом потоке. То есть, вот, именно так. Безо всяких mutex, безо всяких, там, log-free алгоритмов, вот. Я бы попытался тоже нарисовать, как примерно это происходит. То есть, я бы говорил, вот, допустим, мы создали вот этот матрас, который лоцирует блоки такого маленького размера, ну, там, int-ы. Он лоцирует int-ы. Вот. И вот он лоцировал уже 10 int-ов. Пользователь что-то там, какие-то там значения в этих местах сохранил. 23, 46, 5 и так далее. Вот. И какой-то другой, например, Fiber, то есть, исполнитель, который тоже чем-то занимается, решил создать RedView. Он говорит, вот, вот, то текущее состояние вообще всех вот этих вот аллокаций, которые хранятся в этом матрасе, мне, пожалуйста, зафиксировать. И тогда, когда читатель, писатель будет, перезапишет какой-нибудь элемент, он для себя создаст копию маленького кусочка данных, который содержит этот самый элемент. То есть, когда произойдет сдвиг памяти, то есть, элементы для него уже будут лежать в другом месте, но мы уже помним, что пользователю приходится хранить не указатель на область, а ее айдишник. Вот он по айдишнику уже будет видеть какую-то свою новую область, и в ней будет что-то менять. А читатель, у которого в RedView, у него будет по-прежнему своя область памяти, которую он будет видеть неизменной. Вот. И все это фактически матрас, то есть, если вот эти вот два товарища, они в самом низу у этой схемы потребительской, вот, матрас и small.alloc, вот, они используются, соответственно, для индексов и для кортежей. Вот, то есть, кортежи переменного размера мы выделяем, наверное, small. Ну, то есть, переменным размером, потому что, в смысле, что это зависит от того, что пользователь в этот кортеж напихает. Вот, а всякие хэш-индексы, 3-индексы, R3-индексы, 5-сеты, наверное, тоже. Уже даже не помню. Вот. Вот. Используют для своих данных матрас, что позволяет в любой момент зафиксировать некоторое состояние. Ну, то есть, они реально там хранят узлы дерева в матрасе. Вот. И все дерево целиком, поскольку оно использует эту и только эту память, оно целиком, мы можем зафиксировать состояние дерева в данном, вот, как бы, вот, такое, какое не сейчас, оно такое останется. То есть, пользователь будет вставлять данные в это дерево, но это будут какие-то другие области памяти, для нас невидимые. Вот. Очень дешев в создании, очень дешев. Ну, конечно, как copy-on-write, соответственно, на запись некоторые осложнения, но без лишних расходов. Вот. Очень быстрая штука. Вот. У аллокаторов, в общем-то, по возможности, очень похожий интерфейс, но за исключением, там, этих странных вещей, там, типа, матраса, у него как-то не очень получается. Ну, вот какие-нибудь, там, регионы, ЛС-регионы, там, эти статики, они все имеют очень похожую сигнатуру. То есть, allog-free, reserve. Вот. То есть, это тоже особенность аллокаторов тарантов. Можно зарезервировать, как бы, побольше, а использовать потом уже поменьше. Ну, то есть, типичный случай, мы там читаем что-нибудь из сети. Вот. Резервим, там, 16 килобайт или 64 килобайта. А когда прочитали, мы говорим, что, вот, на самом деле, мы вот, вот, нам пришло, там, 4 килобайта. Вот мы говорим, что, вот, мы на самом деле вот это и хотели залоцировать. Вот эти как раз 4 килобайта мы аллоцируем как раз из зарезервированного пула. Вот. Ну, и всякие, там, макросы, там, типа, allog-object, методы для выровненной локации. Вот. Они все, как правило, содержат, ну, то есть, имеют. Вот. Это библиотека. В Тарантуле используется уже достаточно давным-давно. То есть, она обкатана и является, наверное, очень стабильной. Вот. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Ну, и, собственно, как и самим Тарантулом, который тоже очень много лет использует смол и тоже в некоторой степени стабилен. Вот. Прошу всем на здоровье. Вот. У меня все. Спасибо за прослушивание. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Есть, таковые будут. Смотри, тут люди задают вопросы, ну, вполне логичные, как бы. А можно ли использовать смол вне Тарантула? По большей части, да. Вот. Это очень хороший вопрос. Ну, то есть, он специально заточен таким образом, вроде как. Вот. Чтобы его использовали вне Тарантула. Но единственная проблема, как так получилось, что с исключениями... Тарантул вообще весь он такой какой-то хишный. Вот. И с исключениями он подходит каким-то особым образом. И поэтому... Ну, то есть, он не бросает исключения, а он как-то вызывает какой-то метод там. Типа диак там, сет там и что-нибудь такое. Вот. Что там... Ну, то есть, фактически вся сиприс-плюсная часть, она там не работает. Но по факту просто это легко исправляется буквально там двумя строчками. То есть, там взять, там зарегистрировать какой-нибудь макрос, там типа вот это диакрис. Ну, короче, пара методов. Он использует пара методов из Тарантула. Вот, на самом деле, правильный ответ. Но это, я надеюсь, что не должно быть большой проблем. Его легко там допилить, доправить. Вот. А если сишную часть использовать, то там вообще никаких проблем нет. То есть, вот чисто сишная часть, она там возвращает ноль, если там, ну, ПТР, если не получилось, лоцировать. И поэтому в ней никаких проблем нет. то есть, то есть, то есть, я хочу сказать, вы там нам сделайте смол, который давайте нам две строчки кода. Ну, что, что? Я имею в виду, вы же нам сделаете какое-нибудь стоящее отдельное, чтобы не мы дописывали, а вы дописали. Или это не вся какая-то... Я думаю, что если появится такой ишью на гитхабе, то там в течение достаточно быстрого промежутка времени кто-нибудь это сделает. Ты понимаешь, я сегодня, видимо, скоро пойду и сделаю эту ишью, потому что мне хочется использовать смол, а что мне сейчас приходится придумывать там свой простенький венпул, и кажется, если я смогу это не придумать, то я стану счастливее. Окей. Ждем ишью. Окей. Так, давай теперь по вопросам, которые с YouTube. Я буду миксовать. Алексей Креш... Алексей, я приношу свои извинения, я зачитаю вопросы, я не могу этого говорить. Спроси, пожалуйста. Всех едика занимает целое число строк кэша. Вопрос. Или как обеспечено выравнивание памяти? Или как обеспечено выравнивание памяти? Еще раз можно повторить? Или я, может быть, смогу даже прочитать? Давай я сейчас копирую. У меня плохая дикция, я это готов признавать. Вот, если вас изучать. Знаешь, я не знаю, у кого проблема, но вот у меня прямо дрожишь голосом. я сейчас проверю прям в режиме онлайна интернета с вами. Нет, ничего в виде не качается. Ага. Ух, у тебя проблемы с моим звуком, я правильно понимаю? Так, я сейчас вернусь. Я, кажется, понял, в чем проблема. Я сейчас выключок. Вот, я пока попробую ответить на вопрос. Вот, хедеры, которые есть в этом, в слаб кэше, они фиксированы размером. фактически, когда эти слабые используют какой-нибудь следующий аллокатор, там, регион или mempool, он к этому на хедеры дописывает чего-нибудь еще свое, но оно тоже получается фиксированного размера. Выравнивание происходит двумя способами. то есть, регион, он просто, когда надо, он как бы аллоцирует на чуть-чуть больше байтиков. Ну, то есть, это понятно, что если там конец этого свободного диапазона у нас не круглая, она уже круглая, то нам нужно подвинуться еще чуть-чуть для того, чтобы округлить. А mempool устроен следующим образом. Он все свои вот эти элементарные аллокации хранит не сразу после хедера, а с конца. Ну, то есть, там, на самом-то деле, между хедером и, собственно, первой аллокацией может оставаться маленький кусочек, собственно, который обеспечивает выравнивание. Вот. Если размер аллокации mempool круглый, то таким образом, ну, то есть, поскольку конец слабо уж точно выровнен, прямо совсем-совсем, вот, то начало, ну, то есть, вот с конца, если мы будем отмерять аллокации, то все они будут выровнены. Так. 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 Саш, ты закончил, да? Ну, я по грамме ответил. Надеюсь, что ответил на вопрос. Алексей, еще раз приношу свои извинения. Так. Тут что-то рассказывает про Гоа и что он прекрасен. Это неправда. я вижу вопрос про аллокаторы для СИМД. Это интересно. Ты что-нибудь про это знаешь? Аллокаторы для СИМД? Да, я тоже такой первый раз. Ярослав, ты поясни вопрос. Ты поставил в тупик, короче, минимум одного очень умного разработчика и одного не очень умного. То есть, мне казалось, что СИМ-то они как раз-таки вот на стеке вот прямо берешь там 256 бит. Не знаю, но тут есть другой вопрос от Margas de la Mancha, чтобы это не начало. Я правильно понимаю, что используя C-шное API вроде свежей стандарт, который поддержит расширение с размером и выравнивание. Расширение, которое с размером и выравниванием. Да, там есть функционал весь с размером и выравниванием. Там есть как бы в плюсовом варианте там есть если, короче, их инклудить из плюсов, то там появляются методы, которые дополнительные, которые повторяют C-шный функционал, вот, но как-то там обвязываются исключениями. А все прочие локаторы, они имеют вот такие сигнатуры, как align, allog, allog object, это макрос на самом-то деле, вот, и что-то там еще третье. Массивы они тоже имеют, например, на регионе можно аллоцировать массив сразу элементов определенного типа. Смотри, тут есть свежий вопросик от Вани Сережкина, приношу извинения, если неправильно. Алоу у вас все таким аллокатором пользуется? А, Луу у вас там каким аллокатором пользуется? Очень хорошо. Нет, Луу пользуется своим аллокатором. Там вообще на самом-то какая-то хитрая система в Луу. Там они в 8 байт запихивают все, что угодно. То есть и число, и дабл там, и указатель там, и много чего еще. Вот. Ну, по сути, да, главное, что может быть там указатель и дабл. То есть в одном union. Вот. И поэтому, наверное, поэтому вся память, которую использует Луа, должна быть обязательно небольшим, небольшого размера. То есть она должна быть в начале адресного пространства. Вот. И там используется какая-то своя штука. То есть память Луа аллоцируется какими-то своими внутренними механизмами. У нас отдельная команда там занимается. Прям были какие-то бои, там что-то как-то аллокаторы меняли, в общем-то, целый, какой-то процесс. Вот. Единственное, что, ну, по сути, если мы, например, там, взяли в Луа, получили какой-то картеж, вот, и хотим в Луа как-то что-то с ним сделать, там, потрогать и все прочее. на самом-то, на самом-то деле, на самом-то деле, на самом-то деле, этот картеж как бы не копируется в Луа, а он остается как бы просто указателем на тот картеж, который там лежит в FTX. Он там, инкремитит там список счетчик ссылок, вот, и поэтому Луа использует один указатель, вот, с кучей всяких методов, чтобы из этого указателя сделать кое-что. Вот. Вот в этом смысле можно сказать, что Луа использует локатор вот этот самый смол. Но только в этом смысле. Все прочие вещи, которые там, строки, которые там, таблицы, которые генерируются в Луа, они где-то своим-своим образом сделаны. Огонь. Я так понимаю, мы ответили на какие-то вопросы. У меня есть тут парочка своих вопросов, а мы пока подождем еще. А вот Сергей Станевич отвечает, что у Луа свой менеджер памяти. Вот так вот красиво. Ну, понимаешь, это очень красивый ответ, это не инженерный ответ. Вот, а смотри, у меня на самом деле вопрос. Я когда слушаю, я вот смотрю на твои локаторы, все, которые у вас понаписаны там, у меня есть подозрение, что вы переду... Ну, ладно, плюсовики подсмотрели у вас подходы, или вы подсмотрели плюсовиков, и вроде кажется, что буст, полиморфа локатора, вы прям с ним очень похожи к подходам. Можешь это как-то прокомментировать? Мне кажется, что полиморфа локатора это немножко про другое. То есть полиморфный локатор под собой должен хранить нечто, что умеет аллоцировать, ну, то есть он должен под собой иметь локатор общего назначения. Вот. У нас же фишка как раз таки в том, что мы для разных вещей можем аллоцировать, ну, как, например, работает полиморфа локатор в случае вектора. Вот. Он используется для локации всего вектора. Нам нужно реаллоцировать там в два раза больше размера. Он аллоцирует гигантские куски. Вот. В случае какого-нибудь дерева он все время аллоцирует все время маленькие куски. Тот же самый аллокатор, он общего назначения, он как бы выполняет совершенно другую работу, но вот немножко по-другому. В том смысле, что мы делаем их много, и для разных вещей мы можем использовать разные локаторы. То есть для дерева мы бы использовали какой-нибудь просто mempool объектов одного размера, для вектора мы бы использовали какой-нибудь там регион, может быть, или для вектора на самом деле подходит либо матрас, либо какой-нибудь и баф, например. Вот. В некоторых случаях правда он используется. То есть тут вопрос именно в такой, то есть насколько я бы так ответил, полиморфные аллокаторы это просто удобная фича языка плюса для того, чтобы передавать аллокаторы из своей какой-то библиотек, передавать их в стандартные, чтобы он был как бы один тип аллокаторов для на все случаи жизни. У нас наоборот ситуация, мы делаем много разных аллокаторов под разные случаи жизни. Ну, подожди, полиморфолокатор вроде кажется, что полиморфолокатор позволяет подкладывать равные виды аллокаторов. Ты ему только указатель туда передаешь на полиморфолокатор и можешь подсовывать ему разные виды аллокаторов туда. Не обязательно один. В случае просто шаблонного аллокатора, ну, наверное, да, да и то там дистанциация шаблона и ты можешь подсунуть разные. А вот полиморф прям в ронтайме позволяет. А может быть, да, Да, слушай, наверное, ты прав. То есть, наверное, действительно можно прямо зашить именно в такой ситуации. Можно пришить, да, вектор один локатор. Да, то есть, если просто обернуть это дело в обвязку над, как там же эта штука называется, там, data source, что ли, memory source, забыл. Ну, в общем, если подсунуть, подсовывать полимов на локатор разные сорцы, да, можно достигнуть вот такого интересного поведения. Я не знаю, что там есть в стандартной библиотеке уже готового. Насколько я понимаю, там под капотом все равно source только один. Это стандартный хип, который в итоге сводится к этому же самому молоку. Ну, не обязательно. Как специализация, ну, конечно, подложить можно. Наверное, действительно у нас есть такой спектр локаторов, которые можно подкладывать в разные места. Ну, то есть, я так понимаю, что скоро мы там через пару лет увидим доклад, как тарантул переехал на свои полиморфы локаторы и порвал весь мир во второй раз. Я правильно понимаю? Или это там какая-то моя фантазия? Ну, может быть, не так твоя. Я понял. На самом деле у нас большинство, по-прежнему большинство программистов предпочитает язык C, языком плюс. И поэтому вообще изначально тарантул написан как бы и на плюсах, и на C. Но постепенно вот эта вот граница, где плюсы, где C, она вот как-то меняется, ползает. Вот. Последнее время в сторону уменьшения плюсов. Посмотрим, что у нас будет через два года еще, не знаю. Ну, так какие ваши годы? Все хорошо. Больше всего хорошего в мире. Вот это все. Так, давай попробуем от моих праздных разговоров перейти к всяким проверкам, последним, итерация проверок всяких вот этого всего. Потому что мало ли. О, действительно, задали вопросы. Ага. Тут нам подсказывает, что это называется memory resource. А, resource, да. Resource, resource. Да. Или не data memory. Ну, короче, немножко угадал. Ну, нормально. Как я люблю говорить, что C++ никто не знает, а знает те там 15-20 процентов, с которыми чаще всего работают. Все хорошо. Не смотрели ли вы на расширение C++, GC и Microsoft? Там тоже есть различные аллокаторы с похожей семантикой. Пишет Михаил П. Я не смотрел, если честно. Вот. То есть, ну, как я говорил, такие вещи... Ну, то есть, либо можно было как бы своровать, вот, у GCC или там Microsoft эти самые аллокаторы какие-нибудь из них наиболее хорошие, и как-то их переписать, но все равно взять на борт, потому что, ну, хочется там каких-то контролировать. Потому что какие-то вот стратегии того же мемпула, их же бывает много разных. То есть, как мы там готовимся к освобождению от памяти, не готовимся там, что хотим, то и делаем, на что упор, на скорость. Вот это вот хочется иметь под руками. Вот эту вот штуку, то есть, регулировать самостоятельно. Ну, а так, в общем-то, они не такие сложные, чтобы их там нельзя было взять и написать. То есть, наоборот, это очень здорово, когда ты берешь там, делаешь эту штуку, она работает, покрываешь ее тестами, она у тебя вот как бы вся у тебя под контролем. Ты ни от кого не зависишь там. И тебе не нужно какую-то лицензию какую-то думать там. Вот, в общем, по-моему, не та вещь. Ну, то есть, конечно, там разные бывают решения. То есть, какой-нибудь курл мы взяли там набор там совсем... Ну, не набор, господи, а используем как библиотеку. Вот, и как бы всю ответственность на них кладем. А за локатора хочется всю ответственность взять себе. Вот такая ситуация. Так, окей, давай попробуем дальше. Разница между всей этой красотой и липси замеряли, спрашивает Вени Сережкин. Ну, конечно, замеряли. Вот, на самом-то деле, если так грубо сказать, ну, в несколько раз быстрее. Ну, то есть, если сравнивать смол и молок, вот, то, ну, смол быстрее в несколько раз. Возможно, в некоторых случаях он быстрее там в десятки раз. Вот, возможно, существуют паттерны, в которых он ведет себя не так хорошо. Вот, мы не очень серьезно занимались вопросом перформанс-тестирования. Ну, это как бы честно. Ну, то есть, тут, в общем-то, и видно, на самом деле, что, ну, то есть, такого рода устройства локаторы, их как бы, ну, видно. То есть, там, сколько операций оно сделает там, прежде чем выдать память. То есть, он такой очень прозрачный. Вот, в некоторых случаях этого как бы достаточно. То есть, мы видим, что он хорош. Вот, и все. Вот, с другой стороны, когда-то были эксперименты по замене вот этого локатора на молок. Вот, ну, в общем-то, наверное, молок — это не единственное, чем занимается тарантул. Он занимается какими-то алгоритмами. Поэтому вот в общем массиве, как бы, потребления CPU тарантулом локаторы видны не так отчетливо. Какой-то делал сететические тесты. Можно отклинись? А когда надо, ну, как бы, какой-то, давай, философский вопрос задам пока между техническими. Скажи, а есть какая-то грань, где, короче, вот мы там используем new malloc и вот там вставляем новый аллокатор? Ну, то есть, есть какая-то грань, где мы используем все стандартное, а раз мы используем все нестандартное? В тарантуле malloc используется, но в количестве мест, которые можно пересчитать буквально по пальцам. Я скорее не про тарантул говорил, я скорее говорю в общем смысле. Ну, то есть, когда проекту надо решать, что надо вставлять кастомные локаторы, а не используя стандартные. Когда это видно в профиле? Ну, то есть, профиль нагрузки говорит, как только локаций больше, чем полезные нагрузки, надо решать профиль. Я правильно? Да, 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 это прямо видно. То есть, если ты видишь там кусок, который вот там, типа вот эта локация, она занимает 25% времени. Ты раз там из коробки, бух, мем-пу, все залетало. Я понял. Ну, как бы на ту четверть, не то чтобы залетало. Вот, то есть, в общем случае, ну, то есть, наверное, в общем случае, конечно же, полезно брать, например, в какой-нибудь там тот же TC-молог и использовать его. Вот, и, наверное, можно таким же образом взять и подсунуть там вместо всего любой локации подсунуть какой-нибудь смол. Вот, и это все будет работать. Вот. На больших приложениях там, где, ну, то есть, локаций реально много, ну, то есть, это действительно как бы видно, видно, видно результат. Вот. Лично по мне кажется, что, ну, несмотря на то, что очень здорово, что есть такая классная локация, очень часто следует скорее думать о том, как бы так вот ничего не аллоцировать. То есть, как бы сделать такой алгоритм, который вот, ну, что-то там на стеке, что-то там, ну, вот как-то зерокопии, там, что-то там не удалить пораньше, чтобы поиспользовать попозже, глядишь, и аллоцировать не надо. Ну, в общем, каким-то таким образом очень часто. То есть, на самом деле, Tarantul-то, он написан весь достаточно хорошо с точки зрения оптимальности потребления цепу, и там тоже аллокатор как бы, ну, то есть, там не аллоцируется на каждый чих, там, какие-нибудь там объекты. Так, давай мы попробуем немножко продолжить. Простите, прерывайте, так немножко жестковато. Вот, давай мы попробуем, у нас буквально последний пара вопросов, и нас будет про следующий докладчик. Интересуется, Михаил Пепп, что скажете по поводу Mi-Malo-Lock, сравнивая производительность и фрагментацию. Не расслышал, какой Малок? Mi-Malo. Ты дрожишь, это либо у меня связь, либо у тебя. Напиши, пожалуйста. Mi-Malo. Mi-Malo. Да. Если честно, не слышал никогда такого. Но опять же, если это аллокатор общего значения, а Mi-Malo. Ага, да-да-да. Слышал какие-то про него слова очень хорошие, о том, что надо бы его как бы заюзать. Но это тоже аллокатор общего назначения. То есть он не замена как бы всего вот этого зверинца, который есть в смоле. Он замена только одного вот этого смола. То есть смола с смы-аллок и с смы-фри. А все остальное-то никто не отменял. Ой, киушки. О, боже мой. Ага, так, я даже что-то понял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok